Каждая девушка, чтобы она там не говорила, мечтала бы выиграть конкурс красоты. Правда, не все решаются в таких соревнованиях поучаствовать. Чего не скажешь о героинях следующего сюжета. Представительницы пяти хабаровских вузов поборолись за путевку в финал всероссийского конкурса Мисс Студенчества 2015. Павел Гошин не смог устоять и решил понаблюдать за прекрасной битвой лично. На подиум выходят умницы и красавицы. Чтобы попасть на кастинг, нужно быть круглой отличницей и обладать немеренным обаянием. Мария Авдеева из Железнодорожного университета – одна из претенденток на титул Мисс Студенчества. В детстве занималась в модельной школе. Своей походкой девушка всколыхнула зал и вызвала аплодисменты. Я с детства участвую в конкурсах. Это, наверное, один из смыслов моей жизни. Я не представляю свою жизнь без конкурса. Когда я выхожу, я получаю такие эмоции, которые я не могу получить ни от чего другого в этой жизни. Конкуренцию Мэрии составили еще четыре девушки из разных вузов Хабаровска. В течение нескольких месяцев проходил жесткий отбор. Еще бы победительница отправится в Иваново представлять наш город на всероссийском конкурсе. А это первая ступенька к большим подиумам. На самом деле, конкурс всероссийский является таким значимым событием в мире года красоты. Насколько я знаю, победительница 2014 или 2013 года стала Мисс Россия. Покорить судей в этот вечер удалось Анастасии Беловой. Она, по мнению жюри, лучше других проявила себя в студенческой жизни. Я просто живу своим университетом, прихожу туда рано утром, ухожу поздно вечером. И мне было бы мне отдача. То, что я остаюсь в университетом, Мисс Студенчество было бы для меня просто новой ступенью в жизни. Сможет ли Хабаровчанка завоевать титул Мисс Студенчества России, станет известно 26 ноября. Именно тогда состоится финал конкурса в Иваново. Павел Игошин, Илья Цапов. Для программы «Настоящее время».